Это Биньюз Онлайн, меня зовут Дамир Айдаров. Здравствуйте. Тема нашего выпуска – производство автомобилей в Казахстане. Гость нашей студии – директор по стратегическому планированию Союза Казавтопром Артур Мискарян. Добрый день, Артур. Здравствуйте. Итак, Артур, начнем нашу бизету. Сколько сегодня заводов в Казахстане выпускает автомобили и где они находятся? Автопром нашей страны сегодня представлен семью площадками. В первую очередь, это флагман нашей автомобильной промышленности – завод Азия Авто Пусть-Каменогорский, завод КамАЗ Инжиниринг в Кукшетау, кустанайский завод Сарарка Автопром. В Семее у нас расположены два завода – это Деобас Казахстан и СемАЗ, а также завод Hyundai TransAuto в Алматы и завод Уральск Аграрем Маш. Ну вот, недавно Ваш Союз обнародовал цифры за 2019 год, и заводы в Казахстане выпустили более 20 тысяч автомобилей. Если сравнивать со статистикой, удалось ли нарастить объемы? Вы правы. За первое полугодие текущего года выпущено 20 623 автомобиля. Эта цифра включает как легковые автомобили, так и грузовики, автобусы и спецтехнику. Этот показатель на 40% превышает цифру первого полугодия 2018 года. Но важно другое. Вот эти самые 20 тысяч автомобилей – это ровно половина от того, что отрасль показала в 2014 году, который является докризисным для отрасли. Как Вы помните, тогда казахстанский рынок столкнулся с тем, что жители нашей страны стали массово покупать автомобили на территории Российской Федерации, в результате чего резко снизилось производство и продажа на отечественном авторынке. Если вспомнить, что первые автозаводы, которые выпускали автомобили в Казахстане, начинали так называемые отверточные сборки, то сегодня на каком этапе производство автомобилей в Казахстане? В среднем по отрасли уровень локализации достигает 30-35%. И этот показатель естественным образом будет расти с ростом производства и сбыта. Для этого нужны крупные проекты, которые могут обеспечить достаточную производственную мощность и достаточно высокий уровень сбыта, для того чтобы повышение локализации и производства комплектующих на территории нашей страны становилось более рентабельным. И такие проекты у нас есть. На сегодняшний день в Усть-Каменогорске строится завод полного цикла. На первом этапе производственная мощность этого завода составит 60 тысяч автомобилей. И эта мощность позволит обеспечить экспорт на территорию стран Евразийского экономического союза. И, соответственно, вместе с этим будет расти локализация. А какой марки автомобили будут выпускать? Планируется, что на первом этапе будут выпускаться автомобили Лада. И они же будут реализованы на территории Российской Федерации. А вот какой процент казахстанского содержания выпускаемой продукции сегодня? На сегодняшний день в среднем по отрасли это 30-35%. Какие комплектующие действуют? Как правило, это сварка, окраска кузовов и сборка автомобилей. Превышает ли предложение сегодня внутренний спрос на казахстанские автомобили? На сегодняшний день автомобили казахстанского производства пользуются высоким спросом. Здесь важно отметить, что по итогам прошлого, 2018 года, в стране было продано почти 58 тысяч автомобилей. И из них 29,5 тысяч или 51% это были импортные автомобили. То есть те марки и модели, которые завозятся к нам из других стран. При этом доля автомобилей казахстанского производства составляла 48%. Однако, что мы наблюдаем сегодня? По итогам первого полугодия доля автомобилей, выпущенных в Казахстане, составила уже 56%. И мы видим, что этот показатель растет. И на сегодняшний день рост, который мы видим на отечественном авторынке, он обусловлен как раз тем, что растет популярность автомобилей, сделанных в Казахстане. За счет каких-то инструментов, возможно, льготного кредитования? В том числе, за счет льготного кредитования, должен сказать, что по итогам первого полугодия, опять же, доля продаж по программе льготного кредитования составила 9,5%. Это 1700 автомобилей. То есть и эта программа используется широким спросом среди жителей нашей страны. Но кроме того, дело в том, что производители очень активно расширяют линейку моделей, представленных в Казахстане и, соответственно, собираемых на наших мощностях. И за счет этого, за счет сборки внутри страны, дилеры могут предлагать гораздо более выгодные условия по сравнению с импортными автомобилями, что вызывает спрос со стороны наших соотечественников. А какие модели сегодня популярны казахстанского производства у наших? Сегодня наиболее популярными моделями в Казахстане являются такие марки, как Lada, Kia, Skoda. Наряду с ними казахстанцы приобретают автомобили марки Jack, Peugeot, которые также собираются на территории нашей страны. А есть ли спрос на кроссоверы, казахстанские автозаводы расширяют линейку? Я знаю, что есть Kia Sportage, Skoda Kodiaq выпускается, еще какие-то планируются? Да, конечно. Дело в том, что сегмент, о котором вы говорите, он сейчас растет во всем мире, и в этом отношении Казахстан не является исключением. На мощностях казахстанских предприятий собираются кроссоверы марок Hyundai, Kia, Skoda, как вы сказали. И производители расширяют эту модельную линейку, и все больше кроссоверов предлагается казахстанским покупателям. Есть модели как бюджетного сегмента, есть модели люкс, у той же Kia на самом деле представлено несколько моделей, которые собираются в Казахстане, и за счет этого казахстанские предприятия стараются удовлетворить спрос на автомобили этого сегмента. Артур, ранее вы говорили, что мы планируем экспортировать наши автомобили в Российскую Федерацию. На сегодняшний день какие страны, осуществляется ли экспорт казахстанских автомобилей? На сегодняшний день сложно говорить о каких-то крупных достижениях нашего автопрома в этом направлении. И дело в том, что успех автопромышленности любой страны на экспортном направлении, он во многом обусловлен наличием инструментов экспортной поддержки. Пока мы имеем то, что мелкие партии автомобилей казахстанской сборки экспортируются в страны ближнего зарубежья, в страны Евразийского экономического союза. Но наиболее крупной партией в истории казахстанского автопрома стала партия автомобилей Lada 4x4. Это бюджетные внедорожники. Больше тысячи таких автомобилей было поставлено на территорию Китая в 2017 году. Хорошие цифры. Артур, как в казахстопроме сегодня оценивать качество выпускаемой продукции казахстанскими заводами? Автомобили, выпускаемые в Казахстане, адаптированы к сложным климатическим условиям, к разным дорожным условиям. И, кроме того, автомобили, выпускаемые на разных заводах одного и того же бренда, производство этих автомобилей осуществляется в строгом соответствии со стандартами того или иного производителя. Например, взять автомобиль Kia Optima, который собирается у нас на заводе в Усть-Каменогорске. Автомобили с этого конвейера и автомобиль с конвейера в городе Хвасон, Южной Кореи, они не будут отличаться, так как есть единые стандарты качества, за которыми следит производитель. И поэтому автомобили, производимые в Казахстане, в этом отношении не отличаются от тех, которые производятся, скажем, на заводе Автотор в Калининграде или на том же заводе в Хвасоне, Южной Кореи. Сегодня, Артур, не все казахстанцы, к сожалению, могут позволить себе приобрести новые автомобили казахстанского производства. Многие прибегают к услугам вторичного рынка, покупают поддержанные автомобили. Часть казахстанцев ездят за рубеж в Российскую Федерацию, в Кыргызстан, в Республику Армению, где поддержанные автомобили намного дешевле, чем у нас на рынке в Казахстане. И существует такое мнение, что якобы автопроизводителям это не нравится, и они стараются делать всяческие припоны для так называемых народных каналов поставки этих автомобилей. Правда ли это или нет? Дело в том, что закон о дорожном движении Республики Казахстан, он разрешает ввоз автомобилей, зарегистрированных в других странах, на территории нашей страны, однако сроком не более чем на один год. Мы в последнее время сталкиваемся с тем, что граждане нашей страны приобретают автомобили за рубежом для постоянной эксплуатации, а это влечет за собой ряд нарушений. Дело в том, что, как вы знаете, уже много лет назад в Казахстане, в частности, запрещен ввоз автомобилей с правым расположением руля. А в некоторых странах ближнего зарубежья этот запрет был введен несколько позже, за счет чего на рынках этих стран имеется большое количество автомобилей с правым рулем. Зачастую казахстанцы приобретают такие автомобили на территории этих стран и завозят их сюда, в нарушении правил технических регламентов, в нарушении правил безопасности. Кроме того, известны случаи, как в странах ближнего зарубежья автомобили с правым расположением руля переоборудуют, то есть, говоря простым языком, переставляют руль справа на левую сторону, что само по себе является прямым вмешательством в конструкцию автомобиля. И мало того, производится это в кустарных условиях. Соответственно, это влечет очевидные угрозы безопасности. Более того, это часто происходит с микроавтобусами, которые завозятся к нам в страну, а затем используются, например, для перевозки пассажиров в частном извозе. И правительство нашей страны прилагает усилия к тому, чтобы омолодить или обновить отечественный автопарк. На сегодня в стране зарегистрировано примерно 3 миллиона 800 тысяч автомобилей, и их средний возраст 19 лет. То есть, налицо проблема стареющего автопарка. Старые автомобили, как вы понимаете, это прямая угроза безопасности дорожного движения. С другой стороны, наличие возможности ввоза поддержанных автомобилей, зарегистрированных в других странах, оно в некоторой степени сводит на нет усилия по обновлению отечественного автопарка. Казахстанцы, судя по статистике, любят, предпочитают автомобили японской марки Toyota. Сегодня можно назвать его даже как народным автомобилем Camry, Toyota Corolla. Учитывая этот фактор, почему у нас в стране не построить линию по производству этих марок? Ранее в Кустанайской области уже была попытка производства автомобилей этой марки. Выходили ли отечественные автопроизводители с таким предложением на японский концерн? На сегодняшний день самыми популярными автомобилями в нашей стране остаются автомобили Lada. Но опыт производства автомобилей Toyota в нашей стране был, как вы знаете, на Кустанайском заводе 40 Автопром. Была налажена сборка автомобилей Toyota Fortuner. Однако эта японская марка спустя некоторое время решила свернуть этот проект, исходя из экономических соображений. Есть ли планы возобновить сотрудничество с этой японской концерной? На сегодняшний день таких планов нет. Сегодня вопрос экологии выходит на первый план, растет популярность электромобилей. Есть ли спрос на данную категорию автов в Казахстане? Сколько их было выпущено у нас? И почему они не популярны среди нашего населения? Электромобили остаются чрезвычайно дорогими и поэтому не популярны не только в нашей стране, но и в мире. Хотя в некоторых странах мы можем наблюдать рост продаж электромобилей, но дело в том, что это обусловлено государственной поддержкой. Без этой меры электромобили не могут пользоваться популярностью. Дело в том, что даже те электромобили, которые казахстанцы приобретают на протяжении прошедшего полугодия, это в основном автомобили марок Tesla и BMW. И счет здесь идет на единицы. Стоимость этих автомобилей зачастую превышает 60 тысяч долларов. И, как правило, люди приобретают их в качестве второго или третьего автомобиля в семье. Поэтому электромобиль остается на сегодняшний день скорее атрибутом роскоши для какого-то узкого круга покупателей. В Кустанай ранее выпускались электромобили, я видел, по телевизору показывали, в новостях об этом писали. В нашей стране был опыт производства опытных партий электромобилей на заводе в Усть-Каменогорске, на заводе в Кустанайе. Однако на рынке эти модели пока не востребованы. Но, допустим, в планах у нас какое-то будет, или пока мы вообще по электромобилям производство планируется, вроде как бы со стороны правительства, министерства индустрии, инфраструктурного развития. Я, по-моему, тоже недавно они говорили об этом, что будем акцент делать на выпуск, на производство электромобилей. Другая причина, по которой не развивается популярность электромобилей, это отсутствие инфраструктуры, то есть зарядных станций. Однако в Нур-Султане и в Алматы этот вопрос на сегодняшний день уже решен. Но эти два города обеспечены зарядными станциями, некоторые из них, как мы знаем, даже закрывались за отсутствием спроса. Однако, тем не менее, наличие этой инфраструктуры также не стало каким-то импульсом к росту популярности электромобилей. Так что их цена пока остается главной причиной того, что эти автомобили остаются непопулярны. Тут важно отметить еще то, что Казахстан, по данным ОПЕК за 2017 год, вошел в тридцатку стран по запасам газа. В этом отношении в наших условиях, так же, как и в условиях, например, в Российской Федерации, было бы гораздо более выгодно развитие транспорта на газовом топливе. И что-то в этом направлении делается? Такие проекты есть в России и в Казахстане. Имеется возможность для производства автомобилей «Лада». В частности, на выставке «Экспо», прошедшей в нашей стране, была представлена модель «Веста» на газовом топливе. И поэтому с ростом популярности наши заводы имеют возможность начать производство этих автомобилей. Вы сами, Артур, пользуетесь автомобилем казахстанского производства? Да. Какая марка, если у нас есть? «Шкода». «Шкода». Хорошо. Спасибо, Артур, за беседу. Это была программа «Бенюс Онлайн». Меня зовут Дамир Айдаров. Следите за нашими новостями на портале b-news.kz. Всего доброго и до свидания. Продолжение следует...